Думайте так, я пиво пью там или что-то, яблоки жую, колбасу ем, да, и так далее. Да, это все есть. Я и пиво пью, и колбасу ем, и яблоки ем, и все ем. Короче, да все, что мне душа пожелает, я все ем, короче, вот так что. И теперь я не плачу никаких налогов, ни за свет, ни за что, меня вообще это не интересует. Вот у меня вон свечки есть, я с свечками жгу, и все, вот если надо, там фонарики, у меня большинство фонарики спасают. И потом вам, я просто советую, да, вам, вы скажете, о, мне легко, туда-сюда. Я вам скажу, легкого ничего не бывает, особенно вот лето, зима. Вот летом, например, клещи, комары, жучки, паучки, они все кусаются, ты представляешь, только ляжешь на... Меня уже штук 20 уже клещей окусило. Они сейчас маленькие эти клещи, вот эти маленькие клещи самые опасные, они под кожу залазят. Вот этот не уследил, он под кожу залезет, они маленькие малюсенькие эти клещи. Большой-то рано, он не залезет, он большой, только кров высосет и вывалит. А вот эти маленькие, они под кожу залезут, вот это самое опасное. И опасностей очень много, туда-сюда. А зима, зима наступает, холода, мороз, дрова топить надо. Вы думаете, это так все просто? Это не в том, взял там наш герой, зарядил автомат, пошел с автоматом и стрелять. Оно стреляет, там автоматика, стреляешь, убиваешь, знаешь, все. В природе надо выжить, надо просто-напросто выжить. И тяжелейший там труд. Вы думаете, так просто, что летом, что зимой? Холод, мороз, жара, вот это все, это все ты терпишь, надо. Вот, вот эту выдержку надо иметь, это не так, как он с автоматом в Афгане или в Тесне там воюют, и герой он. Вот, герой тот, вот, я герой, действительно я. Я сам себя не буду хвалить, а вот это все выдержать, и трудишься, да, ну как по-адски, натуральный ад. Я вам просто не советую этого делать. Если вы хотите это, вы просто сгините в этом лесу, умрет, потому что пищу надо добывать, все надо добывать. Вот, лопату бери, огород копай, делай, картошку сажай. Правда, картошка родится вот такая здоровая. Короче, а у вас что в городе? У вас там рай, знаю. Вы, в городе для вас это рай, а в лесу для вас ад будет. А у меня наоборот, у меня в городе, я когда к вам в город захожу, там для меня ад. А на природе у меня рай, понимаете? Вот и вся разница. Вы считаете наоборот, а я считаю вот так наоборот, понимаете? Ну и кто прав, ну тут мнение одностороннее, короче. И те правы, и я прав, короче. Вот так получается в этом мире. И так что вам не советую в лес идти, одичаете и вообще дикими будете. Это я один вот такой просто нашелся. Я общаюсь с хорошими людьми, там общаюсь, тут общаюсь. Я с плохими не общаюсь, только с хорошими. У меня только хорошие люди, а плохих нет. И самое главное, ты должен быть добрый, 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 а не злой. Всегда быть доброта у тебя должна быть. Вот, все. Вот, все, вот это доброта, самая вся. Природа любит доброту, а зло она не любит. И вообще злой человек сгинет. Хоть и там в городе сгинет, и сгинет в лесу. Разницы нет. Вот, все. Надо быть добрым. А добро, оно побеждает зло. Это я уже на все сто процентов знаю.